Здравствуйте, с вами Снежана. Смотрим сегодня на одной ли вы волне с человеком, которого мы будем сейчас смотреть. Одна ли у вас волна? Подходите, да, ли вы друг к другу? Срочно представьте этого человека, прямо срочно. Расклад общий, помним об этом. Представьте этого человека и посмотрим, одна ли у вас волна. Стоит ли вам идти до общения? Одна ли у вас волна? Вот вы и ждёте. Императрица здесь мне показана. Женщина классная, клёвая, крутая. Всё-то у неё ладится. Даже если не ладится, то не надо переживать, всё будет ладиться. Императрица – это ядро земли. То есть сад, который никогда, даже зимой, наверное, не вянет. Вот я даже не знаю, как сказать. Живительная влага. Живая вода, как в сказках. И вот с тем человеком, которым сейчас расклад у нас, почему-то вы ведёте себя очень осторожно. Вы как будто бы немножко отдаляетесь от человека, потому что ожидаете всегда, что будет башня. Вы прямо ждёте, когда же бахнет. Одна ли волна? Очень сильная женщина. Жизнь вас сделала такой, прямо сила сильная. Вас не согнуть, не перегнуть, не переубедить, вообще ничего не сделать. У вас с этим человеком волна одна. В оба в неких иллюзиях в плане боязни отношений. И он, и вы. Там тоже мужчине досталось. Иллюзий там предостаточно. То есть человек тоже получил в отношениях свою порцию говна. Я не говорю, что он там такой белый, пушистый. Но мужчина тоже отхватил, ему тоже хватило. И тоже боязнь у него именно отношений. Боязнь того, что всё будет не так, как он себе это представляет. Что женщина будет совсем не такая. А вы здесь ещё и сама сила. То есть вы та женщина, которая тоже готова рулить. Вы привыкли сами рулить, понимаете? И вот бразды правления мужчине отдавать вы не готовы. Из-за этого и может здесь быть башня. А здесь есть очень хороший интерес. Здесь по двойке чаш довольно очень хорошее взаимопонимание закладывается. И зря вы отходите, как будто от человека совсем отходите. Вы боитесь, что человек вам будет врать и будет обманывать. На одной ли вы волне? Да, у вас опыт уже с этим есть. Опыт. Вы не верите. Не верите абсолютно то, что с мужчиной может быть по-другому. У вас всегда отношения убивали. Все ваши отношения, которые женщина меня сейчас смотрит, отношения ваши, они резали по-живому. И сейчас у вас недоверие к мужчине, который сейчас проявляется, да, с которым у вас завязываются какие-то взаимоотношения, ну, переписка, переговоры, может быть, даже встречи какие-то были. Девочки, здесь надо прекращать вот эту вот всю фигню, которую творите вы вот серьёзно. Все вот эти, знаете, безвыходные положения, обиды какие-то на то, что когда-то кто-то вам сделал, недоверие, да, опять одно и то же. Может быть, человек начал не с того. Может быть, он даже, да, какое-то знакомство у вас было стандартное, да, и вы уже заранее подразумеваете, что, ну, опять одно и то же. Но здесь, девочки, вырисовывается очень хорошая перспектива в плане десятки чаш. Семья. Вы можете, да, не сильно активно как-то действовать в сторону, пусть мужчины действуют сам, но всё равно отвечать, например, да, если мужчина вам интересен, и прекращать на себе волочь все отношения. То есть вы императрица, вы привыкли рулить, да, в своей жизни. Главная женщина вы, да, вот сидите на троне и знаете, куда кого надо. И вы уже не понимаете, как может, да, мужчина сказать, давай, дорогая, вставай с трона, сяду я. Вы боитесь, что он сядет и не встанет, то есть не будет действовать. Здесь мужчина неплохой. Здесь мужчина по десятке кубков, да, это хорошее ощущение в семье. Тот, который сделает вас королевой кубков, любимой женщиной, которую будет любить, которую будет обожать и лелеять. Страсть большая будет здесь очень. Очень большая страсть. Решение проблем всех ваших мужчин, да, говорит. Мужчина, который тяжесть снимет, понимаете вы или нет, тяжесть, тяжесть снимет. Он снимет с вас груз вот этих вот проблем, которые попытается решать, решить. Понимаете, десятка пентаклей, десятка чаш. Она здесь и говорит о том, что все будет окей, что вот эта вот десятка жезлов, жезлов, она будет вот этот вот, я не знаю, что там, железобетонная плита, она будет снята. Он попытается решить проблемы денежные, проблемы семейные, насколько он это может сделать, да, причем довольно активно мужчина будет принимать решение. Поэтому на одной левой волне, я скажу, что мужчина с вами на одной волне, а вот вы переносите отношения, которые были когда-то у вас, на отношения, которые могут быть. И как и когда-то я говорила, да, что весь мужчина к цели придет, да. Причем ценный мужчина, мужчина уже имеющий деньги, девочки. И если когда-то вот из этих отношений, если ничего не выйдет, виноваты будете только вы, девочки. Потому что мужчина здесь, да, тоже поел хорошо в свое время в отношениях, да, и тоже получил там отнюдь неположительный заряд. Он тоже боится отношений, как и вы же, что-то неправильно сделать. Может быть, он какой-нибудь, на ваш взгляд, да, не очень какой-то козистый мужчина. Вот здесь такой человек идет, некозистый. Хотя король Пентакли, но все равно какой-то некозистый. Но за душой у человека есть, есть средства. Он знает цену людям, знает цену деньгам. Он их зарабатывает. И он готов сделать для вас многое. Но человек тоже боится. А вы еще, да, сама по себе женщина, которая, знаете, выглядит так, что... С таким лицом, который страшно подойти. Он делает какие-то шаги, а вы уже боитесь, что от этих шагов будет развал. Стоит ли бояться? Вот. Поэтому еще раз повторяю, здесь на одной волне он с вами, а вот вы это уже вам решать.